Борщевик 20 века культивировался как силосная культура. Опасность его заключается в том, что содержащиеся в нем токсичные вещества могут вызвать сильные ожоги. Особо опасен цветущий борщевик. Вы можете даже просто мимо проходить. И вот эта вот пыльца, которую мы же не замечаем, которая разносится, то есть вот эти летучие соединения, то есть уже они могут вызвать ожоги. Эти ожоги, что еще опасно, они проявляются не сразу, и только, например, вечером. А там достаточно электрического освещения, светолампочки, чтобы вызвать вот эту фотосенсибилизацию. Причем она сохраняется довольно долго. Вот эта повышенная чувствительность к свету. В России и в других странах бывшего Советского Союза растет около 40 видов борщевиков. Все они довольно крупных размеров. К примеру, борщевик сосновского высотой более метра. Но во многих местах могут встречаться экземпляры и до 4 метров. Также встречаются борщевики малых размеров. Сибирский борщевик не ядовит и растет до 30 сантиметров. В нашей полосе издавна растет борщевик сибирский. Сибирский – это родина его Дальний Восток. Еще в 18 веке этот борщевик использовался как пищевая культура, листья. У него такой сладковатый корень, то есть самый вкусный у этого борщевика. То есть оно съедобное. Используется в народной медицине, используется отравы для лечения каких-то ран, экзем, корни. Но больше всего используют корневую систему. Борщевик – сорняк неприхотливый. Однако ему очень подходит для роста территория, на которой сохраняется хорошая влажность, а также обилие света. На сегодняшний день борьба с борщевиком остается открытой темой для разговоров. Злостный сорняк продолжает захватывать территории, на которых нет соответствующей обработки. По мнению специалистов, самый эффективный способ борьбы с борщевиком – выкапывание его корневой системы. Причем эту процедуру необходимо повторять на протяжении нескольких лет. Только так сорняк можно гарантированно уничтожить. Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универньюс.